Утро со звуком. Не проспи. Главное это утро. Мы сами не проспали, мы Сашу разбудили, и всех остальных тоже подняли. Алекс, тебе так будет максимум неудобно? Да, вот так я думаю. Я понимаю, что шапка мономаха это хорошая штука. Да. Ну мешай. Всё, я теперь без денег удар. Всё? Так, ну, что там? Всё готово? Всё готово, да. Царёвности! Слушайте! И не говорите, что не слышали! Рубрика царёвности в исполнении Алекса Степпа, да? Да. Окей, поехали. Три новости. Бэтмен пойман. Ура, ура. Сильно удивились копы города Сильвер, да, когда поймали 21 марта в Ламборджини Диабло. Оттуда вышел Бэтмен, да, спросили, а ты вообще откуда, чего? Он говорит, я еду в больницу порадовать детей. Дома одел костюм, так как его долго одевать. А номера в багажнике, так как я не нашёл шурупов, чтобы прикрутить их на новую машину. А Ламборджини одолжил, да? Нет, его Ламборджини всё нормально, ну и как бы его, я так понял, отпустили. Миллионеры отрываются, да? Ну да, делать нечего. Ну вот так вот как-то весело и задорно так. А прокачусь-ка я в костюме Бэтмена. Без номеров. Школьнику из Миннесоты запретили приводить на выпускной порно-звезду. Я считаю, это несправедливо. Вообще, вообще. Парень решил проститься, собственно, с детством. Посмотрите, что он сделал для этого. 18-летний учащийся одной из школ в штате Миннесота, да, ему не разрешили. Почему? А он на протяжении долгого времени в твиттах, да, в микроблогах писал всем порно-звёздам. Типа, приходите на выпускной и ответили ему Эми Райс и Меган Пайпер. Ой, ну конечно, да. Вот. А, да, это вот та самая, которая вот так может, да? Вот так может, да. Скорее, вот так. Меган Пайпер ответил ему, ей в 19 лет, говорит, да, окей, я приеду из Лос-Сас-Анджелеса, только нужно 400 долларов, чтобы билет купить туда-обратно. Парень стал собирать, короче, эти доллары, но потом, когда узнали, короче, в школе об этом узнали, ему, короче, большую фигу показали. Сказали, вообще, её не пустят, к школе не подпустят, не дай бог. А хотите, расскажу, как он деньги собирал? Как? Он печенье продавал. Ну, он, конечно, собирал деньги. И он подходит, говорит, купите печенье на порно-звезду, собираю. А, да, у них же это актуально, продавать печенье там на что-либо. Бойскаут такой. Молодец, парень. Перекод их играл. Получает, на чём, простите? Ни на чём, получается. А муж вернул жене долг мелочью в 45 килограммов. Молодец. Да. Находчивый человек. Интересный случай произошёл на днях в Задонском районе, это Липецкая область. Да, так это наши. Да. А ты думаешь, он в детстве, что ли, собирался? В общем, после развода приставы приписали мужу вернуть долг жене в 10 тысяч рублей. Он сказал, окей, всё, я верну, да. На следующий день приехал, привёз с собой два здоровых мешка. Так. И вот, жена увидела, стала злиться, но приставы как бы взяли тут же всё в банке обменяли и вернули ей на счёт 10 тысяч рублей. Но муж остался доволен. Ну, конечно, конечно. Если там мигера такая, то... По рублю, прикинь, по 45 килограммам, по 50 копеек. Надя, считайте. По 5 лучше уж там играйтесь, считайте. Так, а у нас разве есть такой коры? Уже нет, уже, к сожалению, нет. По копеек есть, интересно, они мелочи, мелкие очень. Надо, что сейчас потяжелее, знаешь, вот, 5-рублёвые, что-нибудь. 5-рублёвые, да, посолиднее будут. Надо перевести в американскую валюту и в центах. Протоксенды очень, по-моему, лёгкие, да. Откуда в Задонске центы? Они лёгкие. Ну, это хороший вопрос. Слушай, в этом Задонске чего только нет? Да давай не будем. Вот об этом. Я просто представила, ну на, милая, вот тебе долг. О, спасибо. Слушайте, а какая валюта меньше нашего рубля? Есть такая вообще? Есть. Какая? Есть. Ну так, драхмы индийские. Вот, понимаешь, ответ на твой вопрос. На что надо было поменять? Зато на одну драхму можно лепёшку купить. Да? Ну, мне кажется, в суде вы не приняли драхмы. Ну, чё вы нам драхмы принесли? Ты на свою драхму. Дорогая, на тебе драхмы. Забирай. Забери свою драхму отсюда. На такие монеты, понимаешь? Всё. Всё? Да, я сказал три новости. Ну, спасибо Ксюше Царь за царёвности. И спасибо Алексу Степу за то, что их всё-таки вывел. В свет. Спасибо Шапке, что помогла мне вывезти. Мономаха. Мономаха. Царёвности. Слушайте. И не говорите, что не слышали. Остерегайтесь подделок. Настоящее утро. Утро со звуком. Только на Радио 13. Друзья, 10.24 в Москве. У нас впереди просто нечто такое. Вот Косичка пишет мне в Твиттер. Лерочка, как тебя послушать? Вот как послушать нас? Прямо сейчас. Вот прямо сейчас на Радио 13. Будет замечательный трек. Лера Туманова. Здравствуй. Но как это сделать, друзья? Сайт radio13.ru заходите, а там прямо вот оно. Вот оно большое такое окошечко. Слушать. Слушать. Есть кнопочка. Смотреть. Есть кнопочка. А можно писать в Твиттер, правильно? Ощущать. Можно позвонить. А пусть позвонит нам и по телефону слушает. Это тоже возможно. Отлично. Вот. Есть такая услуга. Как вариант. Это платная услуга. Скажи, признайте. А еще лучше пусть присылает смс, говорит адрес, и мы сами приедем. Да, вот вариант тоже. Все хорошо. Вариантов, как слушать Радио 13, масса. Просто масса. Даже вот с вашего чудо-яблока. Вот. Вариантов просто куча. То же самое предложение. Айрус Радио. И вот Миша Трофимов пишет. А я слушаю. А я слушаю. У нас много людей слушают. Ну, это замечательно. Это хорошо. Друзья, вот если бы вы еще позвонили, набрались бы смелости и позвонили к нам в эфир. Миш, давай, звони. 926-313-0013. И не стесняйтесь, что это мобильный номер, друзья. Доступно с любой точки планеты. Звоните, друзья. Телефон свободен. Так, эксклюзивчик. Лера Туманова, здравствуй. Это трек так называется. Здравствуй, Лера Туманова. Что за песня? Я так полагаю. Ну, это большая премьера. Даже я бы сказала, предпремьера. У вас вот такой супер-супер эксклюзив. То есть, эксклюзив будет только на днях на одной из FM-станций в Москве. Да. Друзья, ну я не я. А сегодня уже у нас. Ну я не я. Нет, у меня в последнее время прям так прут эксклюзивы. Костя, ты, это ты. Спокойно. Не звездить, Костя, не звездить. Так я сам тащусь от этого. Поехали. Поехали, слушаемся вместе. Слушал уже несколько раз эту песню. Выложена была на одном. На моих ресурсах. Да. На одном из ресурсов. Послушал. Очень понравилось. И понравилось даже очень многим моим знакомым. Кому давал послушать. Ой, спасибо. Автор приятно. Да.